Узник Герберы, автор, доктор Н. Д. Н. Жанр, Челябинский пиздец, Челябинский эндеграунд, Челябинская печатная психоделика, мистика. Предисловия, действия, описанные в книге, основаны на реальных событиях, повествующие о случае, произошедшем с моим знакомым. По сложившимся обстоятельствам герой книги был одинок, в прошлом употреблял наркотики, проживал в городе Челябинск и пропал при загадочных обстоятельствах. Челябинск – это суровый и удивительный мегаполис, в котором каждый день происходят странные и мистические события, начиная от мелких житейских потасовок, скандалов и заканчивая посещением Челябинской тропосферы, метеорита. Каждый день при загадочных обстоятельствах на нашей планете пропадают люди, 99% данных инцидентов необъяснимы и не раскрыты органами внутренних дел. Про один такой случай я готов вам рассказать. После исчезновения в квартире, где жил герой книги, нашли странную картину. Алгоритм событий, которые предшествовали исчезновению моего знакомого, предоставила моя фантазия, которая основывалась на обстановке, оставленной в квартире после исчезновения, уликах и фактах. События носят реалистический характер. Одиночество, это самое болезненное чувство, которое может уничтожить любого человека и сподвигнуть на крайние необъяснимые поступки, кроме того, в руки герою попадает удивительная вещь мутобор, которая может исполнить любое желание его обладателя. Глава 1, 44. Алексей, Корочкин, проснулся раньше обычного, хотя у него давно не было крепкого и продолжительного сна, как в детстве. Сегодня было особое утро. Наступил 44-й день его рождения. Именно 44 года назад, в этот день он вылез из утробы своей матушки, не зная, каким будет жестоким этот мир. Он с болью в душе вспоминал, как этого дня он ждал раньше. День рождения раньше был ярким и долгожданным праздником, гораздо лучше Нового года, а теперь он стал унылым и нежеланным. Раньше в этот желанный день всегда приходили в гости друзья, для которых он был просто леший, закадычный и близкий кореш. Леха в этот день находился в центре внимания, его все поздравляли, одаривали подарками и прекрасными поздравлениями. Именно в такие дни любой человек ощущает себя важным и значимым в сложном замысле бытия. А с годами ты теряешь эту прекрасную заботливую идиллию, состоящую из многогранного, разноцветного и прекрасного букета дружеских связей, родственного окружения, друзей и приятелей. Если представить этот печальный неотъемлемый жизненный этап, который рано или поздно настает в жизни любого человека, в виде бутылки наполненной водой, где бутылка, это время и пространство, а вода, это все то, что наполняет твои межличностные отношения и окружение, и от количества прожитых лет, тяжесть бытия, давящая на формирование сознания любого человека, проделывает дыру в этом сосуде, олицетворяющем твой статус в обществе, через которую со временем утекает по маленьким капелькам твое близкое окружение, которым ты в молодости не дорожил. Кап-кап, через вымышленную дыру, утек неизвестно куда лучший друг, кап-кап, растворился в пространстве хороший приятель, кап-кап, безвозвратно потерян любимый родственник, кап-кап, сгинула из твоей жизни прочь вторая половинка. Осознавая это с годами начинаешь цепляться за каждую капельку и дорожить всем тем, что утекло, безвозвратно потеряно и растворилось в дымке прожитых лет. Именно когда человек имеет, что-то он это не ценит, а потерявши плачет. Вот это и есть великий смысл жизни, понять и научиться ценить то, что ты имеешь, и каждую секунду бренной жизни благодарить высшие силы за то, что тебе дали возможность в тот день и в тот час повстречать нужного собеседника твоей жизненной волны, надежного помощника и просто дорогого и любимого человека, которому можно доверять и делиться своими тайнами и секретами. Жизнь – это искусство, в котором необходимо обладать даром заводить и приобретать друзей, умением сохранять до конца своих дней тонкую хрупкую нить дружеских отношений, талантом удерживать друзей и любимых, которым где-то надо уступать и идти на компромисс. Таковы были первые мысли, пришедшие на ум Алексею после пробуждения. В свои 44 года Леха был одинок. У него не было девушки, она бросила его, по своей инициативе, друзей, матери с отцом, близких родственников. Родители Алексей похоронил 10 лет назад, а все остальные родственники держались от него особняком, не подпуская к себе на рассмотрение пушечного выстрела, никто и близко не хотел подпускать бывшего наркомана. Леха неохотно встал, потянулся, в правом боку кольнуло. «А это меня самой первой поздравляет печень», – произнес он, потирая правый бог. «Гепатит не щадит. Печень – это ласковый убийца, да за кайф, которые дают наркотики надо платить, даже не платить, а расплачиваться». Бормотал он. А вот и сердце присоединилось к поздравлениям, мол, как без него, надо тоже дать знать имениннику, что не забыло, какой сегодня день, как никак мы вместе по жизни 44 года шагаем, и я самый важный орган в твоем организме, и все это время без отпусков и прогулок гоняю кровь, потирая грудь, произнес он. «Сколько оно раз сжималось за все это время и перегоняло эритроциты с седативными веществами по сети вен организма. Но насчет, что без отдыха трудишься, ты погорячилась сердце. Вспоминая, как бы себе задал вопрос именинник, а как же насчет остановки после передоза? Ну правда, пара минут, но потом ты стала продолжать свою нелегкую вахту. Заработала, не остановилась, не отправила же меня в темное царство Аида. «Спасибо. Это самый лучший был подарок от тебя. Сердце, тебе не хочется покоя». Пропел он басом. «Самым лучшим подарком сегодня было бы, если вы бы о себе не напоминали», – сурово прошептал Корочкин. К своему возрасту он имел тяжелое заболевание, и не одно. «Повернуть, время вспять», – размышлял он, никогда бы не притронулся к этой гадости. Шатаясь, леший прошел в ванную комнату, умыть лицо. Первым делом он взглянул в зеркало, в котором отразился образ худого, человека, про которого говорят, кожа и кости, с темными кругами под глазами и бледным оттенком кожи. Коротко стриженные светлые волосы, торчали в разные стороны. Кореи глаза были близко посажены, к прямому перебитому в двух местах носу. На щеке имелся шрам, который напоминал о былой потасовке с бывшим дружком. В память о Коляне шутливо говорил он про шрам, в век кальку не забуду, до боли знакомые воспоминания, когда смотрю в зеркало. Улыбнувшись своему отражению, показал ротовую полость, в которой не хватало зуба, это в одном из бытовых конфликтов бывшая, сожительница выбила ему передний зуб. Его рост был около 180 сантиметров. Он был человеком славянской внешности без каких-либо особых примет. Оросив свое серое лицо холодной водой из-под крана, при этом набрав в рот глоток хлорсодержащей жидкости. Прополоскав рот, сплюнул содержимое в раковину. Выйдя из ванны, направился в кухню. Налив в чайник воды, поставил на режим кипячения. Включив радио, он услышал монотонно знакомый женский голос. В Челябинске вынесли приговор бывшему главе города Евгению Тевтелеву. В среду, 28 октября, Центральный районный суд признал экс-мэра виновным в получении взятки и назначил ему три года колонии строгого режима и штраф в 37,5 миллиона рублей. О результатах финального заседания, которое из-за пандемии коронавируса прошло в закрытом режиме, сообщили в областной прокуратуре. Попал из котлета. Важный был перец, от магнитогорской братвы был смотрящим. Видок, конечно, отталкивающий, как и фамилия. Да и внешность не для управленца и руководителя областного центра, так для Мухосранска какого-нибудь пойдет. Посмотришь на него и мысль только возникает, бухнуть. Откаты, неплохие мутил. Думал Леший. Мерзкий, однако, говорят, был дед, строил из себя порядочного, кричал, что у него трое внуков имеется. Чайник подал сигнал. Налив в кружку кипяток, погрузил в нее пакетик черного чая принцесса Нури. Покупав его вращательными движениями по часовой стрелке в кружке с надписью «Суббота», «Воскресенье», «Говнодень», 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 «Пятница», «Вечер», «Суббота», «Воскресенье» он сделал глоток, при этом обжег кончик языка. Лешка не почувствовал боль, которую причинила горячая вода, попавшая на слизистую небо и чувствительную ткань шершавого языка. В этот момент у него были свои гуси в голове, которые уносили Леху в прошлое. Глава 2. Возраст крестолешего. Ну че леший? Тридцать три годика стукнуло. Стареешь. Раньше помнишь, когда по двадцати нам было, видишь человека тридцать-летнего, говоришь «Вон мужик идет». Начинаешь пасти его, следишь за ним, может этот крестьянин богатый Буратино, зарплату получил. Деньги домой семье несет? Подкараулил в темном переулке и нагрел. Романтика. Вот один раз так я и попался. Крестьянином, мусор переодетым оказался. Спецоперация у ментов была, раскрываемость преступлений так поднимали. Вот так меня и повязали. А сейчас мы уже такие же крестьяне великовозрастные, как бы самих бы малолетки из штанов не вытряхнули. Поздравляю. Держи краба. Рассмеявшись поздравил бокс. У тебя чё денюха сегодня, но держи пять, братан, как говорится, чтоб у тебя хер стоял и бабки были, пробосил дурень. Леший, я тоже присоединяюсь к этим теплым и дружеским поздравлениям и желаю тебе удачи и лохов побогаче. Подхватил корж. Спасибо, мужики, спасибо. Да вот только я в нема, чтобы проставиться по случаю оменин и гульнуть в честь дня варенья. Да сейчас с баблом тяжко, ни у кого нет, кто не работает. А мы все тунеядцы-алкоголики, наркоманы, как говорит местный участковый, с сарказмом и гордостью подколол бокс. Я здесь заглядывал к нему, отметился после того, как откинулся, на минуту все замолчали. Но на безрыбье и рак рыба. У меня есть идея, как филки нарыть. Не унимался бокс, на Кошеринском пятаке, Ильин, с кем в школе учились, ларек открыл. Он как раз на углу дома стоит, там один фонарь уличный светит и проходимость небольшая. Лампочку фонаря можно разбить, чтоб темно было. Дождаться момента, когда народу не будет и стемнеет, и выхлопнуть. Да ну нахер палево. Испуганно попятился корж. Не сытя дело верняк. Я все продумал. Сначала, проверим обстановку, чтобы продавец была одна. Потом леший подопрет дверь сзади чем-нибудь. Дурень договорится с Максом, насчет мотора, чтобы ноги сделать. Машина должна быть с включенным двигателем, чтоб без всяких нюансов стартануть с места. Корж на шухере будет стоять, если что свистнет. А я в отличие от вас, Секунов, все проверну у меня и волыны есть. Во? Смотрите, из газового переделан в боевой. Убить может, если шмальнуть. С интересом спросил дурень. Могет. Дерзко ответил бокс, покрутив у носа дурня стволом и сделал резкое движение вперед, как будто стреляет. Откуда взял? Заинтересовался корж. Не ваших умов дело где взял? Продолжал организатор. Много будете знать, вон как леший скоро состаритесь. Ну че вы со мной? Звездочка, звездочка, звездочка. Пацца. Я проведал, деваха в ларьке. Одна. Правда окошко маленькое, надо будет вдвоем идти. Очеканивал командным тоном бокс. Пока я ее отвлекать буду, рассматривая этикетку пузыря на предмет паленки, ты леший схватишь ее за волосы, чтобы она не отпрыгнул назад и на кнопку тревожную не нажала. А я ей ствол к башке и мило попрошу отдать кассу с выручкой и ту бухло, до которого дотянется. Леший понял. Очкова что-то. У меня что ли день варенье? Сам тогда ищи монеты, чтобы проставиться перед друзьями. Договорились. Давай рискнем ушами. Ну все по местам, дурень и корж на шухере. Макс в тачке и не глуши мотор. Я пошел с бабой базарить. Леший иди дверь подпирай, пока я ее отвлекаю и ко мне, и далее действуем, как договорились. Видите, сакуны херовы, как все вам дяденька бокс устроил. Вот вам бухло, деньги и еще две шоколадки. Теперь мы с вами подельники и это ограбление. На хер ты ей в лицо шмальнул? У нее вся морда в крови. Заорал Леший. Нефиг было орать, как резанный. Отмазывался в полном спокойствии бокс. Но че, давайте выпьем, награбленное непосильным трудом, в том подъезде, чтобы с собой пузыри не таскать, а то если заметут, это улики не в нашу пользу. Ты же ее убил. Че ты, Леший, из-за какой ты соски переживаешь? Знай, если повяжут, то ты тоже по статье пойдешь. Пошли, именинник, за твое здоровье пить. Выпьем, потом к цыганам за лекарством поедем и сразу успокоишься. Правильный ты наш. Потом в Ленинский и в Сауну рванем. Во флерш закажем. Но что Леший возраст Христа у тебя удачно проходит, правда грешно немного. После такого в рай ты уже точно не попадешь, а в тюрьму еще можешь. Глава 3. Подарок судьбы. У Лешего было среднее образование, которое давало возможность работать только охранником. Хотя он давно уже нигде не работал. В армии Леха не служил. Был эмоционально устойчив и спокоен, несмотря на имеющиеся социальные проблемы и проблемы со здоровьем. Допивая чай, он посмотрел сначала на обшарпанные стены, прицелил свой взгляд на неровный обрывок зеленой бумаги, из-под которой торчали усы жирного таракана. Странно. Давненько я не видел тараканов. Одно время они куда-то пропали. Говорили, что на их миграцию повлияла сотовая связь. До этого тараканов из их ареала обитания выселили красные муравьи, которые тоже водились в домах, размышлял он минут пять смотря на морзянку, передаваемую тараканом с помощью усов. Интересно, что он хочет сказать. Наверное, он представитель тараканьей диаспоры, которая решила отдать дань уважения хозяину квартиры и послала гонца с поздравлениями в честь именин в обмен на то, чтобы в будущем не убивал представителей тараканьего клана этого дома, сам себе улыбнувшись, подумал Леха. Спасибо, брат, таракан. Потом Леший, переведя взгляд на потолок, на котором красовалась большая дыра, точнее не дыра, а пустота в виде нехватающего слоя савдеповской штукатурки, доходящей до ромбовидных узоров камышовой дранки, подумал, привет из космоса. Эта пустошь представляла собой эхо Челябинского метеорита. В тот день, когда инопланетный гость посетил пространство Челябинска, Алексея не было дома. Ведать о нем позаботились ангелы-хранители, иначе без их покровительства он мог быть погребен под обломками увесистого потолочного слоя. В то утро, когда раздался сильный взрыв в Челябинском небо, по непонятной случайности Лехи не было дома. Голубой свод тропосферы был озарен яркой вспышкой золотистого света. Звуковая волна прямым, точным попаданием ударила в смотровое окно, располагающееся на крыше двухэтажного дома, на последнем этаже которого жил Леха. От резкого удара, воздействия невиданного космического оружия, звонко посыпалось оконное стекло, полетели двери, как будто какой-то невидимка ударом ноги их выбил прочь, обозлившись на то, что хозяина нет дома, и в придачу ко всему в качестве мести, потому что его не встретили с хлебом и солью, обрушил слой потолочной штукатурки на пол. Так и остался в квартире Лехи сувенир под названием «Эхо Челябинского метеорита». После посещения звуковой волны, берлога Корочкина понесла серьезные потери то ли потому, что дом был старый, то ли по какой-то космической карме был нанесен ущерб неугодному отроку во Вселенной. Дом, в котором жил Алексей, строили пленные немцы в 1948 году. Будучи ребенком при заселении, он даже видел бабушку-соседку, которая была комендантом у пленных детей вермахта. Посидев, помедитировав на сувенир, оставленный космосом, допив одним глотком остывший чай, Корочкин резко встал и пошел одеваться. «Надо как-то себя развлечь в свой день рождения», – бормотал он, «как всегда вряд ли кто-то меня поздравит или придет в гости, пойду хоть дефиле сделаю». Надев блюки, толстовку, ботинки и куртку, на голову натянул шапочку с надписью «Кеннибал Корпс», вышел из квартиры. Выйдя из подъезда, он втянул челябинский воздух, разбавленный формальдегидом. Воткнув в уши наушники, он включил кровосток. В мини-колонках раздался голос Шила, который настойчиво проповедовал насилие, секс, наркотики и неугомонную тягу к смыслу в жизни. За прослушанным треком, последовала малоизвестная композиция из сольного сборника черняка под названием «Готическая бикса». А скалы черепов в упор глядели, когда сорвал футболку с ее тела. На метлах ведьмочки кружили. Вокруг грудей под розовым бикини. В крови бежали упыри. На бедрах, нарезая резвые круги. Ниже пупка порхали черные летучие мышата. Клыки, которых стринги не скрывали. Торчащие из окровавленной бездонной пасти. Спина украшена была звездою сатаны. Крестился я, когда увидел острые концы. Из черных дред гадюка выползала. Двойной язык отпугивался и те желания. Бывал я в Третьяковской галерее. Не видел там подобных я произведений. Щекотал я ляжки высокомерных дам. Но там я только видел каллиграфические строки. Отвали нахал. В тот страстный миг вожделенное желание. Никуда из головы не пропадало. А как увидел все твои узоры. Я впал в меланхолическую комму. Послушай, Бикса, погоди. Пойду на тело наколю животворящие кресты. В таких узорах к тебе со страстью я прижмусь. Всю нечисть изгоню с тебя я прочь. Поймешь тогда, что крест животворящий может сотворить. В припрыжку пулей понесешься прочь. Все партаки свои сводить. Леший шел бессмысленно в такт ритму, не торопясь, размеренно, бесцельно. Пройдя по улице. Воровского он подмигнул стоящей статуе железного слона. Остановившись, он минуты три смотрел на него, бормоча при этом. Что брат холодно. В Африку наверное хочешь. Потом тронулся в сторону центра, свернув на Курчатова и на улицу. Блюхера он постоял в тени сиротливо стоящего одинокого безлиственного тополя, укрывшись от мокрого снега. Да, погода не радует меня в мой день рождения, сказал он сам себе, впрочем, как и всегда. Мокрый снег продолжал падать, невзирая ни на что. Видать это был такой подарок от природы на 44-ую годовщину. Постояв относительно недолго не для того, чтобы переждать каприз природы, а просто от нечего делать, правильнее сказать от безысходности, посмотрел, сплюнув и двинулся дальше. Зайдя в магазин, он взял немного еды и устремился в сторону дома. Проходя мимо контейнерной площадки, он обратил внимание на картину, которую кто-то поставил рядом с контейнерными баками. Остановившись, Алексей стал ее разглядывать. На картине был изображен мужчина в профиль, синюшного оттенка. В руке он держал какой-то предмет. Костюм, в который был одет мужчина, был моды середины 19 века. Картина была вся в пыли и паутине. Да эта судьба мне преподнесла подарок на день рождения, проговорил он, это знак, надо забрать домой будет дыру от рваных обоев закрывать на стене. С этими словами он взял картину и пошел в сторону дома. Глава 4. Синий глюк. Придя домой, Леший намочил тряпку и протер картину. Подержав на вытянутых руках, полюбовавшись на шедевр, поставил на стол, прислонив к стене, чтобы не упало. Посидев на диване, потупив в потолок, Корочкин решил накатить за свое здоровье. Достав горячительное, плеснул в стакан, при этом заполнил его до краев, даже с горочкой. Подняв граненый сосуд и хотел было опрокинуть его, задумался. Как же без тоста? Ох, ну он, как говорил товарищ полиграф, полиграфович Шариков в фильме «Собачье сердце», «Будем все». А нет, как-то не так. Сам себя поздравлять. Это признак раздвоения личности и алкоголизма. Нужен срочно собеседник. Он схватился за телефон, потом положил его на место, понимая, что звонить никому. Привстав, посмотрел по сторонам, взгляд его остановил на подарке судьбы. Присмотревшись, он произнес, как странно. До этого картина выглядела не так. Действительно, сейчас синюшный мужик на картине выглядел как живой. На его лице, изображенном в профиль, были видны отчетливо морщины, пары кожи, голубой цвет зрачка глаз, точнее глаза, который отчетливо выделялся. И что самое странное, в радужке глаза присутствовал жизненный огонек. Вены на висках разветвлялись сетью толстых трубопроводов. На голове красовалась пляж. По огранке ласканов пиджака и выглядывающего воротника рубашки можно было предположить наряд тянул на стиль девятнадцатого века. В руке у щеголя был предмет, напоминающий большую ракушку моллюска. Держа этот предмет со стороны, казалось, что он призывал соприкоснуться с бокалом собеседника, давая понять, мол, давай чокнемся за твое здоровье. В ту же секунду Леха в нарисованном человеке увидел своего компаньона на вечер. Давай, братан, выпьем за мое здоровье. Спасибо, что пришел. Сколько лет, сколько зим не виделись. Как там дело у всех? Смотря с улыбкой на образ нарисованного собутыльника, произнес он, обращаясь к синюшному мужику и прислонил свой граненный сосуд к холсту, где была нарисована раковина. Я так понимаю, ты мне желаешь крепкого здоровья, много денег и баб, надежных друзей и все такое. Ну давай. Произнеся все это скороговоркой, он опрокинул содержимое стакана. Закусив запахом рукава толстовки, Алексей налил себе второй полный стакан сорокоградусного напитка, произнеся при этом, между первый и второй промежуток, небольшой. Затем, подняв стакан, снова обратился к нарисованному гостю. Давай снова вздрогнем за мое здоровье. И кстати, где мой подарок? Хохоча над своей шуткой, Корочкин опрокинул стакан залпом. Давай, давай, наливай, а то уйду, бормотал сам себе, похихикивая, понимая, что это абсурд разговаривать с нарисованным синим перцем и тем более идти ему никуда было, потому что он находился у себя дома. Налив третью щедрую дозу зеленого змея, Леший посмотрел на портрет. Изображение начало двоится у него в глазах, даже в какой-то момент показалось, что мужик стал улыбаться. Что ж я в тебя такой влюбленный, заплетающим голосом произнес он и выпил спиртосодержащий напиток. Не останавливаясь на достигнутом, Алексей продолжал наполнять стакан до краев. Где-то раньше я тебя видел. Это мы, наверное, с тобой вместе тогда в сауне, копейским шмаром титьки оттягивали. Точно, точно я блондиночки тянул, а ты той рыжей бесстыжей. Мы еще им тогда деньги не заплатили, пригрозив этим мочалкам, что зубы вырвем плоскогубцами, а потом сказали завтра отдадим, а сами кинули, продолжал угорать хозяин дома. Дальше последовал залп горячительного в желудок именинника. Извини, друган, я запамятовал, как тебя зовут. Еле-еле произнес он заплетающим языком. Альберт? Раздалось откуда-то со стороны картины. Что? Затаив дыхание произнес Корочкин, отрезвев на пару секунд. Подождав немного, обернувшись по сторонам, выдохнул и прошептал дрожащим голосом, показалось. Давно я галиков не ловил, алкоголь зло. Меня уже после четвертого стакана штырят. Окажется же всякое. Вам не послышалось. Меня зовут Альберт. И мы с вами раньше не встречались. Я существую, просто я живу в другом мире, мире Гербера. Раздалось снова. Алексей, затаив дыхание, глядел на картину, открыв рот. Он на протяжении длительного времени ничего не мог произнести. Почему вы замолчали и не опустошили содержимое пятого бокала? Обратился снова Альберт. Хотя я бы тоже был в шоке, когда с тобой заговорил нарисованный персонаж с полотна, которое ты нашел в помоях. Продолжал синюшный крендель, но чудеса порой происходят. Просто от вас людей закрыты другие измерения, и вы их попросту не видите. Вас окружают миллионы невидимых миров, с которыми у вас нарушен контакт. Я просто сошел с ума от одиночества. Заикаясь, произнес Леха, потряся головой, как породистый жеребец, продолжил. Надо идти спать, на сегодня хорош бухать. День рождения по ходу дела подошел к концу. Сатана гулять устал, гаснут свечи, кончен бал. С этими словами, Леший щелкнул клавишей выключателя, погасил свет и плюхнулся на диван. Глава 5. Мутобор. Леший проснулся с дикой головной болью. Головная боль колола тысячами шил в висках и правом полушарии головного мозга. Давненько он так не нажирался. Он еле-еле встал с дивана и шатаясь пошел пососать, но дойдя до унитаза первым делом проблевался. В первую очередь теплой и жгучей струей наружу вышла желтая вязкообразная жидкость, желчь. Он вчера много пил, не закусывая, и поэтому остатков переваренных продуктов у него в желудке не было. Леха чувствовал себя мерзко, как в душе, так и в теле. Руки и ноги ломило, голова раскалывалась и кружилась. Интересно, как чувствует себя человек на второй день после рождения. Промелькнуло в сознании болезненным импульсом, словно, какой-то невидимый фельдшер поставил глубокую инъекцию длинным шприцом в висок. Этот день никто из людей, наверное, не помнит. Не правда ли? Блюя мысленно по-философски, подобно Платону, рассуждал леший. А если этот день такой же отвратительный по самочувствию, тогда я понимаю, почему дети орут. Они, наверное, жалеют, что на свет появились. Хорошо проблевавшись, до дикого жжения в горле, и освободив свой желудок от ненужных выделений, заполнявших желудок, встав с колен и вытерев тыльной стороной ладони слизь сорта, которая ошметками, свисала и небрежно стекала с подбородка, адвентист второго дня пошел к лежбищу. Он не помнил, что произошло вчера. В голове только была одна мысль, как вернуть нормальное состояние, состояние здорового человека. Проходя мимо стола, где стояла картина, краем глаза Лешка увидел какой-то предмет, лежащий на столешнице. Поначалу он не придал никакого значения этому факту, и прошел мимо, но спустя пару секунд остановился и задумался. Раньше я его не видел, его там не было, тревожным импульсом пробежали эти мысли в висках. Повернув голову, он кинул испуганный взгляд на предмет, который с виду напоминал морскую раковину. Голубовато, аквамариновые цвета с бронзовыми вкраплениями и золотистыми неровными разводами по краям, моментально отрезвили сознание Лешего, головная боль моментально прошла. Леха урывками стал вспоминать вчерашние эпизоды застолья. «Это чертовщина какая-то», – тратарил шепотом он. «Не может быть, это все сон». Он резко кинулся к входной двери. Проверил ее. Она была заперта. Дверь закрыта на замок, значит войти сюда никто не мог, пока я был в отключке, шепотом пытался он решить этот таинственный ребус. Он вернулся назад к столу, где лежала раковина. Может, это я вчера сам бухой ее откуда-то вытащил. Но у меня раньше не было этой раковины. Кто-то решил меня разыграть. Но кто? Ко мне уже давно никто не ходит. Это я тебе ее дарю. Ты же сам вчера мне сделал выговор, что пришел без подарка, раздался голос из картины. Лешего перетряхнуло от этих слов. Он резко в испуге отпрыгнул назад. Потом, как молния, выпущенная Зевсом, ломанулся к двери, провернув быстрыми движениями ключ в замке, резкими движениями открыл ее, и выпрыгнул в трусах в подъезд. Простояв в холодном тамбуре подъезда 2 часа и 17 минут до того времени, когда появились мурашки на теле и сморщилась кожа на мошонке, и зуб, не попадая на зуб странным ритмом, отбивал неприятные звуки, он принял решение вернуться в квартиру. Открыв как можно тише дверь, на цепочках прошел по коридору и заглянул в зал, кинув пристальный взгляд на стол. Картина стояла на столе, раковина лежала на месте. Синий мужик не двигался на полотне. Леший минут 15 из-за угла затаив дыхание, не двигаясь, не спускал глаз с картины. Его сердце отколачивало бешеный ритм, вибрации которого он чувствовал всем телом. Это действие могло бы послужить великолепной идеей для английского живописца и выдающегося колориста Уильяма Эти, который бы с удовольствием с натурой Лешего, в этот момент, запечатлел на полотне с помощью необъяснимых цветов радужной палитры масляных красок сюжет картины про похотливого озабоченного мужчину, который с интересом и восторгом подглядывает за моющимися в бане обнаженными женщинами и боясь быть разоблаченным притаился подобно хищнику в засаде. Убедившись, что силуэт на картине не движется, он принял решение войти в зал. Осторожно на цепочках он прошел на середину комнаты. Он не сводил глаз с изображения синего мужика. Его взгляд привлекло то, что на картине теперь не было раковины, которую Альберт ранее держал в руках. Медленно, тихо, не торопясь, подойдя к столу, стал пристально разглядывать портрет мужика. Убедившись, что он не шевелится, переключил свой взор на предмете, лежащем на столе перед картиной. Это была необычная раковина, длинной около 25 сантиметров. Ее скрученные края грациозны и красивыми витками, закручивающиеся в спираль, притягивали взгляд. Грани, расширяясь, переходили в широкую, открытую бездонную полость темно-синего цвета. Обороты спирали странным образом располагались в разных плоскостях. Леший зачарованно смотрел на нее. «Это тебе, красивая, не правда ли?» Раздался голос из картины. Леший резко отпрыгнул назад в страхе. Сделал рывок назад по направлению к входной двери, остановился, понимая, что смысла нет снова выпрыгивать в холодный подъезд, морозить яйца. Набравшись смелости дрожащим голосом, он задал вопрос пустоте. «Кто здесь?» «Я же представился вам, меня зовут Альберт». Раздался мужской баритон в ответ. «Альберт, как ты там оказался?» Уже более уверенным голосом произнес Леха по направлению к картине. «Я здесь живу». «Где?» «В картине?» «Это для вас людей картина, а для меня это мой мир Гербера. Странно. У меня, наверное, галлюцинации, это, наверное, с прошлых времен методоха штырит». Меня тогда сапог предупреждал об этом. «Нет, я реален, вы люди просто не видите других изменений, они закрыты от вас. В настоящий момент, именно сейчас, тебя окружают миллионы микроскопических миров, тысячи измерений, десятки выходов и входов в разные измерения. Только вы этого не видите. Я не могу до сих пор в это поверить», – бормотал Леший. «У меня явная галлюцинация. Хочешь – верь, хочешь – не верь, но я реален. Возьми мой подарок, и ты поймешь, что я реален, как и подарок». Корочкин нерешительно задел раковину указательным пальцем правой руки. Палец уперся в твердый предмет. Раковина от прикосновения сместилась на пару миллиметров, скользя по гладкой столешнице стола. Далее Леший обхватил ракушку рукой и попытался поднять, но раковина не подавалась. Она была довольно тяжелой и на помощь он привлек левую руку. Подняв подарок из Герберы, он поднес его ближе к лицу, чтобы внимательно рассмотреть. Раковина пурпурными бликами раздражала сетчатку глаза, но в то же время завораживала и успокаивала. «Я вижу тебя мучают боли. Прислони ее к голове и боль сразу пройдет», раздался баритон незнакомца. Как кролик повинуется гипнозу удава, Леха повиновался словам Альберта и прислонил предмет к лбу. В момент прикосновения по телу пробежали легкие мурашки, приятная волна расслабления прокатилась по вискам, распространяясь по всему телу. Импульс спокойствия накрыл физическую составляющую вчерашнего именинника. Ему стало очень хорошо, боль утихла, тревога и страх исчезли. Сознание окутало прекрасное эйфорийное состояние. Так хорошо Леш ему давно не было, вернее такое состояние он испытывал в последний раз, когда сидел на системе, и каждый раз при употреблении наркотиков получал удовольствие, которое уничтожало боль ломки. Приятные сладкие расслабляющие ноты заполнили его разум. Боль моментально прошла. В теле и голове появилась легкость. Испуг прошел. Возникло непреодолимое чувство любви к жизни. Леший стоял закрыв глаза, от наступившего состояния у него подкашивались ноги, но он не падал, а четко держал равновесие, паря в невесомости. Земное притяжение дарило ему стабильность, он чувствовал каждое вращение земли, которое нарезало круги вокруг своей оси. Он чувствовал уверенность в теле и прежде всего в себе. Но как подарок. Раздался голос из какой-то параллельной вселенной. Леха опешил, но не стремился открывать глаза, потому что боялся потерять этот чудесный приход. Он понимал, из какой галактики раздаются эти сигналы. It's a kind magic, пропел Леший, вернее прошептал на распев, подражая голосу Фредди Меркури. Do you speak English, my friend? Заспекал Альберт. Мутобор наделяет людей лингвистическими способностями. Что? Открыл глаза Корочкин и резко встал в ступор, глядя на картину. Я говорю, мой друг, вы знаете английский? Нет. А зачем тогда говорите на нем, если не готовы на этом диалекте продолжить дискуссию? Это аллегория, просто прикол. Мне давно так хорошо не было, как сейчас, спасибо большое. А что это было? Я же сказал Мутобор. Вещь, которая воплощает в реальность твои желания. Исцеляет, убирает боль, недуги. Я такого раньше не видел. Я только мог одним способом побороть боль, когда меня ломало. Искал, что можно впарить исламя голову несет барыге за лекарством или покупал нурофен и пускал его по вене. Я понимаю, что боль человека может свести с ума и толкать на странные поступки, но ты и сам в этом виноват. Раньше я этого не понимал, мне казалось все происходящее игрой. Теперь я понимаю ошибки прошлых дней. Я осознаю свои прошлые действия и сожалею о совершенном. Благодаря своему непониманию я покалечил судьбу и жизнь, не только самого себя, но и многих других людей. Прошлого не изменить, можно изменить только будущее. Я одно время так тоже думал, но сейчас понимаю, что это не так. Порой мне кажется, что сейчас я несу наказание за те злодеяния, которые совершил в прошлом. На удивление у лешего прошла тревога, испуг, боязнь сверхъестественного, не каждый же день с тобой разговаривает нарисованный персонаж, да еще при этом дарит тебе подарки. В тот момент, когда Леха впал в меланхолические откровения, про которые он до этого ни с кем никогда не делился, он пристально стал изучать нарисованного собеседника и увидел то, что на полотне у Альберта в руках не было раковины, которая ранее была неотъемлемой частью композиции. Сейчас она, а точнее мутобор была в руках Корочкина. Значит он реален, как и этот предмет, промелькнул уверенный импульс в создании Лехи. Держа мутобор в руках, он чувствовал уверенность, силы, здоровье. С ним ему было хорошо, не было покалываний в печени, голова не болела, не было тяжести в пояснице, не ломило спину. Он был как новорожденный, как младенец, который с чистого листа начинает жизнь. Он не хотел выпускать из рук чудо-прибор. Не такой уж плохой второй день после рождения, проскакивало в мыслях Корочкина. Это просто чудо какое-то, как волшебное лекарство от всего, как миллион инъекций порошка, который лечит все болезни. Он поставил меня на ноги, как хорошо, как я счастлив. Леший крепко стиснул мутобор в руках, он не хотел расставиться с ним, как голым из фильма «Властелин колец» со своей прелестью. В тот момент, когда Леха держал эту прелесть прижатой к своей груди, у него даже было некое сходство с этим вымышленным существом. А ты? Вы как там оказались? Запинаясь, переключил Леший свое внимание на Альберта, оторвавшись от чудес, которые творил мутобор. Никак. Это мой мир, в котором я жил, живу и буду жить, как говорил Владимир Ильич Ленин, ответил Альберт. Картина. Мир? Странно. Это для вас людей картина, двухмерная плоскость, которую вы видите. Но на самом деле это целый мир, со своей иерархией, обществом, отношениями, наподобие вашего. Но я не могу объяснить тебе всю суть этого. Вернее могу постараться, но ты этого не поймешь. Здесь тоже есть пространство, но другое, есть время, но оно течет по другим законам. Я могу всем этим управлять, пытался пояснить Альберт. Здесь здорово. Вот классно, если бы я мог управлять временем, то я бы исправил многие свои ошибки и не был в такой заднице, как сейчас. Это возможно в вашем мире? Как? Но это тайные знания, в которые посвящены некоторые люди. Кто именно? Ну, к примеру, ваш президент. Путин. А у вас несколько президентов, что ли? Конечно он. Ты обращал внимание на то, что он носит часы с обратным ходом на правой руке? Нет. Обрати внимание на эту особенность. Это очень умный и продуманный человек. Ему доступны секретные архивы и тайные знания. Он очень много времени потратил на изучение тайн вселенной. И он благодаря этой информации научился замедлять и управлять временем. Да ладно? Не веришь? Спроси его, когда он будет проводить прямую линию с президентом, если попадешь в число угодных этого наигранного кастинга. Ха-ха-ха, может он тебе ответит и расскажет, рассмеялся нарисованный шутник, видно ему были свои шутки по душе. Да, с юмором у тебя все в порядке, улыбнувшись произнес леший показав свой беззубый рот. У вас на земле везде сплошная магия, знаки, руны, метки, условности, которые вам направляет матрица. Вы живете, как слепые котята, всеми вами управляют. Вы идете в магазин и думаете, что это ваше решение, а на самом деле это они за вас решили. Вы думаете и вам кажется, что это ваши мысли и идеи, а на самом деле нет. Люди, как марионетки в кукольном театре. Жизнь, это спектакль. В первых рядах в зале сидит невидимый режиссер и управляет игрой актеров. А зрители из числа высших вашего мерка, только наблюдают и радуются проблемам актеров. Им выгодно, чтобы вы пребывали все в состоянии гипноза, чтобы вы были ведомы. А наркотики и алкоголь, как инструмент управления, они зомбируют людей и ими легче управлять. Вы все слепые котята. Да согласен. И не только это. Я здесь на медне слушал одного экономиста, который говорил о том, что правительство Америки, это сплошные рептилоиды, которые управляют всем миром. Если взять Россию, то они хозяева Сбербанка и Центробанка, они держат высокий курс доллара, для того чтобы скупить все наши российские ресурсы, нефть и газ по выгодной для них цене. Сейчас же в Америке все нефтеносные скважины заморожены, их владельцам правительства США платят дотации, чтобы их не раскупоривали. Это для того делается, что когда они российские ресурсы скупят, то они нам их же в сто раз дороже будут впаривать и тогда станем их рабами. Наивный и странный вы человек. Ты уже их раб. Вся Европа через лет 20 перейдет на электрические двигатели, ваши нефть и газ будут уже не нужны. QR-код скоро будет востребован больше, чем высшее образование при устройстве на работу. Страдания и муки нужны не нациям и государствам, это все нужно им, захватчикам, тем, кто гораздо выше людишек. Вы люди просто связаны и зависимы от материального, от денег. Деньги – это низшая энергия. И поэтому, вы ползаете все внизу у их ног, точнее под ногами. Вы все завязли в этой низшей энергии и от уроны от высшего. Вы развиваетесь в неправильном направлении, отсюда на земле страдания, войны и боль. Матрица питается вашими страданиями. Рептилии создают проблемы и катастрофы. Человек должен жить для счастья и делать счастливым ближнего своего и тогда проблемы все уйдут. Поймите это, счастье – это когда в семье нет больных, в тюрьме родных, а среди друзей гнилых. Но, а как же социальная и общественная жизнь людей, мы же общаемся, живем, спорим, ругаемся. Ведь истина рождается в споре, точно так же как и все известные нам грибы рождаются из спор. Да вы батенька Сократ! Засмеялся синим всплеском эмоций Альберт. Споры, конфликты помогают людям развиваться, ведь все открытия и научные достижения были рождены методом проб и ошибок именно в порыве накала страстей между спорящими. Все открытия, научные гипотезы были созданы больными людьми. Здоровый человек живет, зарабатывает деньги, обеспечивает семью, воспитывает детей и только больные мира сего пытаются его понять и изменить. Леший продолжал говорить все это с легкостью, без стеснения, как самому близко человеку, которому он доверял. Давно он ни с кем не откровенничал. Друзей у него не было, вернее они были и перешли в статус бывших, потому что, они скрысились, слились и окончательно сгнили. Все бывшие дружки Лешего покидали его на деньги, так как все были зависимы от наркотиков или алкоголя. Да и сам Корочки, не таким уж был порядочным человеком по отношению к своим друзьям. Наркотики портят людей как морально, так и физически, люди благодаря им гниют, как душевно, так и телесно. Властимущим, которыми правит низшая энергия, выгодно, чтобы люди были порознь друг от друга, так легче ими управлять. Возьми, к примеру, прутик от дерева. Когда он один, он хлипенький, тоненький и его легче сломать, а возьми ты 10 таких прутиков, сложи в охапку, их уже не так просто переломить. Так и с людьми. Одного человека проще уничтожить и заставить выполнять приказы, а вот десяток с трудом, перебил размышления Лешего Альберт. Раньше нас было много и мы были сила, были братвой, как мушкетеры. Один за всех и все за одного. А сейчас все врозь, кто отъехал от наркоты, кто спился, кто умер от турбовича, кто по лагерям катается, кто-то бомжует, кому-то добрые люди помогли покинуть этот прекрасный мир. Кстати, к таким добрым людям я и отношусь, вздохнув тяжело на последней фразе Леший. Можете пояснить про ваши добрые дела? Это было, когда я был бегунком. Кем? А я и забыл, что вы из другого мира. Бегунок – это посредник между барыгой и ежиком. Колючим зверьком, что ли? Барыга – это торгуют с наркотиками, ежик – это потребитель, одним словом наркоман сидящий на системе, то есть получеловек ежедневно делающий внутривенную инъекцию наркотика. Бегунок – это человек, знающий барыгу и ежика, за определенный интерес помогающий одному продать, другому достать дозу наркотика. Когда я был бегунком, то есть помогал доставать наркотик, то набрасывал 20% на стоимость пороха, герочи или лекарства, таким кодовым словом мы называли героин, чтобы менты по телефону не спалили, и плюсом я еще себе отсыпал часть наркотика, перед передачей лекарства покупателю. А для полноты веса, при передаче окончательному звену, я бодяжил и звездкой от стен подъезда. Брал монету соскребал со стены известь, она белого цвета, и бодяжил порошок, увеличивая объем. Так вот один раз я от жадности переборщил, что трое знакомых нареков, которым я помогал, ужалившись отъехали от этого белого коктейльчика. Да, как прогрессирует взаимопомощь в вашем мире, раньше такого не было, вы сами себя уничтожаете при помощи себе подобных, бессознательно. Я раньше никому об этом не рассказывал. Это тебя мой табор от страхов избавил. Объяснил ему Альберт. А ты как там очутился? Где? В картине. Это не картина, это мой мир Гербера, я же объяснял вам, я здесь давно живу. И как вам там живется? Очень хорошо. Это мир радости и блаженства, здесь нет войн, боли, страданий. Я здесь наслаждаюсь жизнью. Живу, а не как вы люди существуете. Как здорово, вот бы мне оказаться в твоем мире. Если хочешь, давай поменяемся местами, заинтересованно залепетал Альберт с какой-то странной улыбкой, появившейся молниеносно на его лице. При этих словах, Лешева пробрала дрожь и страх быстрой волной пробежал легкими электрическими покалываниями по нейронам позвоночнику. Нет. Автоматически с каким-то негативным предчувствием ответил резко Леха. При этом ответе у Альберта моментально исчезла улыбка с лица, трансформируясь в мимику агрессии, скорее напоминая звериная оскала, но потом резко вернулась в прежнее дружелюбное состояние. Это напоминало какую-то игру, где собеседник меняет мимику лица, проводя ладонью по лицу, меняя злое лицо на доброе, при этом переход непонятен и приводит в замешательство растерянного зеваку, у которого положительные эмоции меняются на отрицательные по отношению к своему партнеру по общению. Эта мимическая реакция на несогласие насторожила Корочкина. А в принципе мне без разницы. Глядя на тебя, я вижу, что этот мир потаскал тебя не на шутку. Вдруг тебе понравится мир Герберы и захочешь остаться в нем, и для меня уже в нем не будет места, и я уже не попаду обратно. Ты не заслуживаешь доверия, если анализировать твою прошлую жизнь. Хотя это не твоя вина, это виноваты они. Вами всеми управляют захватчики, они подселяют в тела людей подселенцыев. С виду вроде бы человек, а сознание нечеловеческое. Оттого и все проблемы людской цивилизации. Вспомни Ленина, вождя мирового пролетариата. Это не человек был, вернее человек, но управлял им подселенец. Вечность человеческая, а начинка иная. Обертка красивая, узнаваемая для людей, которые за ним шли, открыв рты, а внутри горькая, невидимая начинка, темная, ужасная, сатанинская. С помощью такого оборотня захватчики поменяли ход развития вашего государства, принеся страдания и боль народу. Кому это выгодно, питаются негативной энергией, для них это энергетическая пища. И все негативные скачки в истории развития человеческой цивилизации. Это их рук дело. Пассионарные всплески, про которые говорил Лев Гумилев, в его теории пассионарности и этногенеза. Атланты тоже про это знали и не подавались их хитростям, за это они их уничтожили. Мотобор, это же наследие Атлантиды, он последний предмет атлантов, который сохранил мой мир. И я являюсь его хранителем. А теперь он в твоих руках. Да, раньше я грабил, воровал, насиловал, унижал, изменял. Даже я свою первую любовь подсадил на иглу, заразил всяческими болезнями. Даже не осознавая того, что под кайфом, затащил ее в компанию к друзья, которые пустили ее по кругу. Я смотрел на это и хохотал. Я был виноват в этом. Но обвинил ее во всем, что это она захотела того, спровоцировала пацанов. После этого ей было плохо, она на этой почве закончила жизнь суицей дом. Я ее не поддержал в тот момент, не утешил. Я был виноват в этом. Это и мой грех. Я жалею об этом до сих пор. А сейчас я понимаю, что я ее любил всем сердцем. Она была моим счастьем, радостью, любимой половинкой, со слезами на глазах разглядывая мутобор лепетал леший. Что ты больше всего любишь есть? Своим вопросом Альберт отвлек его от душевных страданий. Что? Причем здесь это? Возмутился Корочкин. Я ему про чувства, про свою боль, про страдания и переживания, а он мне про какую-то жратву. Сейчас поймешь. Ответь мне на вопрос, что ты любишь больше всего кушать? Курицу гриль, например. Мясо курицы. Да, очень люблю есть мясо курицы, больше свинины или рыбы. Если хочешь, можешь загадать, ему табор исполнит твою любовь. Леший посмотрел на раковину и произнес, смеясь. Скатерть-самобранка хочу курицы у гриль покушать. По какому-то волшебству на столе появилась курица с аппетитной золотисто-коричневой корочкой, от которой исходил сизый дымок. Курица лежала на металлическом подносе, окруженная овощами, посыпанная смесью пряных приправ с веточками кинзы, базилика и укропа. Почувствовав аромат, ротовая полость Лешего стала выделять слюну. Аромат аппетитного яства щекотал нос, глаз раздражала оригинальность укращенного блюда в стиле великих и искусных шеф-поваров. Леший отломил ножку, сначала продегустировал запах жареного носом, и осторожно сделал легкий надкус. На удивление вкус был очаровательным. Он принялся с жадностью есть. Раньше я думал, такое только в сказках бывает. А можно коньячка армянского? Зачем у меня спрашиваешь, спрашиваю у мутобора. Друг мутобор, выручай коньяк армянский нужен, пятизвездочный. Ай, была не была, гулять так гулять, ноль. Пять литра коньяка двенадцатизвездочного надо срачняк. Трубы горят в честь аменин. Выручишь? На столе появился графин с золотистой огранкой, золотой рифленой пробкой, которая возвышалась как купол на своде изящной церквушки. Взяв его, Леха осторожно снял тяжелый купол-пробку, преподнеся разливное отверстие тонкого горлышка к ноздрям, сделал глубокий вдох. Аромат был восхитительный, прослеживался сбалансированный запах удивительных фруктов, в котором доминировал сливовый аромат, с тонкими нотками сухофруктов и сложной комбинацией древесного оттенка срансье. Запах благородного напитка опьянил вмиг. Леший налился содержимое графина в кружку. Без тоста и собутыльника пить нельзя такой благородный напиток. Значит вы, Альберт, будете моим компаньоном на вечер. Коль коньяк армянский, значит и тост будет армянский, встав со стула и обращаясь к нарисованному Альберту произнес гордо леший. Согласно легендам, в давние времена в прекрасной горной Армении жила царица Шушан, дочь великого царя Гагика V, друга царей Мамикона и Карена. Она была очень красивой и коварной женщиной. Много было претендентов на ее руку и сердце, но она оставалась холодной ко всем женихам. Тогда Гагику надоело, что его дочь не хочет выходить замуж, и он решил выдать ее замуж насильно. После долгих наездов любящего отца на Шушан, ей пришлось согласиться, но она поставила условие. Я выйду замуж только за того, кто на коне разрубит яблоко на моей голове и ни один волосок не упадет на мои плечи. Царь издал указ, что Шушан выйдет замуж за того джигита, который на полном скаку разрубит яблоко на голове дочери, и ни один волос не упадет с ее головы. Добиться руки и сердца прекрасной и коварной Шушан решился первый джигит-окоп, который был красавцем, нос как у орла, папаха как пена в горной реке, стройный как горный козел и быстрый, как самый курчавый барашек на ферме армина. Он вскочил на резвого коня, вытащил из ножен украшенных изумрудами, турецкую саблю, подаренную ему отцом, а отцу его отцом, а отцу отца отец, который забрал ее у побежденного наглого турка и на полном скаку разрубил яблоко на голове царицы. Два волоска упали с головы царицы. В темницу его, скомандовала царица и бедного джигита заточили в темницу, как позорного шакала. Второй джигит Бабкен, был еще красивее первого, на полном скаку разрубил яблоко на голове шушан и только один предательский волос упал на ее плече. В темницу его, сказала неприступная царица и бедного плачущего джигита постигла та же участь. И наконец, третий джигит Понос, стройный, красивый, отважный, выносливый, стойкий, который умел искусно управлять конем и владеть оружием, горячий армянский парень на полном скаку разрубил яблоко на голове царицы и ни один волос не упал с ее прекрасной головы. В темницу его, сказала зло шушан. За что? Закричал благородный и честный отец. Прокричали старцы. Возмутился народ. Качая головой произнесли проходящие мимо маджахет. За компанию, гордо ответила шушан. Так давай, Альберт Герберович, выпьем же за нашу с тобой отличную компанию и за этот прекрасный предмет, мутобор, который ты мне подарил. На этих словах леший замахнул залпом налитый коньяк. Желудок обожгло приятным теплым ручейком. Кайф, в век воли не видать, лепота. Никогда бы не поверил, кто бы мне раньше рассказал про такое. Раньше бы такую игрушку мне подарили бы, вот бы фестиваль был. Да нет, наверное, не надо бы раньше. Я бы, наверное, на тот свет отправился бы тогда от передоза и дружков-кайфажеров всех в преисподнюю забрал с собой за компанию. Ха-ха-ха. Плохо, что ты, Альберт, не пьешь. Ты же рисунок. Как герой журнала Мурзилка ха-ха-ха. Мне бы компаньона, собутыльника сюда надо. А вот интересно, ради эксперимента, может дружка загадать для компании? Покалякали бы за жизнь, вспомнили прошлое, удивил бы его. Вдолгу я перед одним корешем. Можно такое исполнить. Снова обратился он к Альберту. Попробуй. Переведя глаза на мутобор, произнес Альберт, давая понять у кого спрашивать разрешение. Корлуху хочу сюды, вернее Жору Лаптева, скомандовал уверенно Леший. Тут же напротив него очутился парняга крепкого телосложения, в рваной футболке, синих трекухах с надписью «Абибас» и заношенных домашних тапочках. Из дыры одного тапка выглядывал большой палец правой ноги с длинным желтым ногтем. Цвет лица гостя был темным. Близко посаженные в палые глаза зло смотрели. Скулы выделялись острыми краями. Корлуха, привет! Радостно прокричал наш Аладдин. Мужик прищурился и молча рассматривал собеседника. Жора, Егор, братан, это я Леший. Карла не реагировал. Да это я Леха Корочкин. Алло, как у тебя дело? Не ожидал такого фокуса. Я ж теперь Дэвид Копперфилд, видишь какие чудеса творю при помощи вот этой раковины. И Леший радостно приподнял, демонстрируя мутобор. Херово, раздался тяжелый бас в ответ. Я тебе щас этот милофон в жопу засуну по самые гланды, гандон штопанный. Я этой встрече 15 лет жду, чтобы тебя в бараний рог скрутить за то, что ты меня мусором сдал, падла. Мне из-за тебя два циарек впаял прокурор с присяжные заседателя. Я на зоне крытой чалюсь сурками на ножах ежедневно кипишую. А ты мне привет, братан. Какой ты мне брат, хер собачий. Я давно этого момента ждал, чтобы тебе сученышу, ши и свернуть. Злобно зарычал Карла. При этих словах гость встал, протягивая руки с накачанными предплечьями обильно посыпанные синими тюремными партаками к тонкой хилой шее Лешего. Но Леха вовремя и быстро стиснув мутобор в руках прокричал, что есть сил. Желаю, обратно к орлуху на нары. При этих словах уже нежеланный гость исчез. Бляха-муха-цокотуха. Пронесло. Нафиг такие кореша нужны? Правильно, что я его ментам тогда впарил и на зону определил. Сам гондон ношеный. Чтобы тебя центральным петухом в гареме определили. Тварь. Переводя дыхание после испуга бормотал незадачливый волшебник. Ладушки, продолжаем гудеть. Успокоившись, проговорил Леха. Может с серого сюда, а нет он покойничек, или приколоться продолжение сериала «Ходячие мертвецы». 25 сезон посмотреть. Нет не нужно, вдруг укусит еще. Неконора наверное загадаю, он маленький, хлюпенький, если будет в драку лезть особых увечий не нанесет, хотя вдруг за нож схватится, нет не нужен. Бабу надо сюда какую-нибудь. С бабой я справлюсь, если чага. Гадал Леха, хочу, чтобы здесь появилась эрка, дырка. Давненько я не видал. Эйлам Паладина, давая ее сюды, небрежно прокричал он мутабору. Через секунду напротив него появилась тощая дама, легкого поведения, довольно потасканного вида. Тощий вид ее вызывал сожаление. Если историки давали бы характеристику этой персоне, то определили бы ее несомненно узницей Бухенвальда. Волосы рыжего цвета были растрепаны, под ногтями пальцев рук виднелась грязь. Вид ее вызывал отвращение. Глядя на это существо, у Лешего произошел приступ рвотного рефлекса. Ирина, ты ли это? Че ослеп Лешенька от наркоты и ежедневной дрочки? Не видишь, что ли? Раздался в ответ прокурено пропитый скрипучий до отвращения голос. Кто тебя так потаскал? Тебе спасибо, надо сказать. Ты виноват во всем. Помнишь, ты меня свел с одноногим и диком, с утенером с Чцовского пятака, чтобы я долги отработала. Так этот одноногий капитан Флинт у меня паспорт забрал. Я потом на панели и в мороз, и в дождь, твои долги отрабатывала больше положенного. Потом пять лет плечевой на М5 с чижиком голым пред дальнобоями светила. А потом эта одноногая крыса, меня цыганам на 2,3 метилантонила обменяла, которые меня грузинам в бордель гургеновский на ПМЖ определили. Из-за тебя, падаль, у меня сейчас очко, размером с ведро 20-литровое. Это ты виноват. Ненавижу тебя, чтоб ты сдох. В истерике, рыдала и причитала Ирина. Ты финна тебя, шушера. Тфу, на тебя прошмандовка дорожная. Ты сама этого хотела. Сама кричала, хочу много денег и любви. Ты с малолетки тянулась к этому, сама говорила. Что с 13 лет с мужиками по подвалам лазила. Ты как калифоль тянется к голову, тянулась к разврату. Ты из-за жадности пошла должок отрабатывать, думая, что поднимешь больше или дурочка богатого подцепишь. Я же помню. Ты сама просила свести тебя с одноногим. Пошла отсюда прочь. Мотобор верни ее обратно в бордель гена цевалей. И на этих словах от Ирки осталась только дырка. Она исчезла, как будто бы ее и не было в квартире. Леший налил коньяка себе в кружку, трясущимися руками поднес к губам и выпил. Было видно, что от этого общения ему стало не по себе. Больше он не хотел колдовать на гостей. Являясь неотъемлемым участником вашего общения с друзьями, вижу вы Алексей не ангел. Мне кажется, без вас в вашем мире было бы гораздо лучше. У нас в Гербере такого бы не допустили. Вернее, ты бы сам не совершал таких поступков, разбавил тишину Альберт, нарисованный свидетель очных ставок. Да вы правы, Альберт, есть одно прекрасное стихотворение, американской, лирической, поэтессы, Саратисдейл. Как раз на эту тему. Будет ласковый дождь, будет запах земли. Щебет юрких стрижей от зари до зари. И ночные рулады лягушек в прудах. И цветение слив в белопенных садах. Огнегрудый комочек слетит на забор. И малиновки трель выткит звонкий узор. И никто, и никто не вспомянет войну. Пережито-забыто, ворошить ни к чему. И ни птица, ни его слезы не прольет. Если сгинет с земли человеческий род. И весна, и весна встретит новый рассвет. Не заметив, что меня давно уже нет. Если бы меня не было на земле, то наверное бы никто и не заметил этого и людям было бы гораздо лучше без меня. Не отпуская мутобор и графин ныл леший. Он стал без тормозов прикладываться к горлышку графина. Отпевая из него жидкость, темно-янтарного окраса, которая приятно радовала глаз. В квартире стояла тишина и только слышалось бульканье, которое раздавалось из графина плотно зажатого в руке хозяина этих хором. Иногда для того, чтобы понять все прелести жизни, нужно упасть вниз, подобно падшему ангелу, с какой-то грустью произнес Альберт. Главное быть свободным, свобода превыше всего, не зря рабы, всех времен, за нее так бились и Моисей, водил свой народ, по пустыне, целых, сорок, лет, чтобы в землю обетованную вошли только свободные люди, не имеющие в своей душе пятно, египетского, рабства. Что-то эта синька, с полным ртом коньяка пробулькал леший, уже не прет, кайф бычий, то ли продуманный, кайф. Может стариной тряхнуть и пустить по венам порох. Получить все кайфы одновременно. Воскресить кайфажорство. Эх, была, не была. Дружище мутобор можно угол. 0,25 грамма, герочи чистого, афганского небодяжного и инсулинку. И чтобы мне здесь без всяких. Стукнув кулаком, прикрикнул на мутобор леший, подобный Ипполиту Матвеевичу Воробьянинову, персонажу известного романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев». На столе появилась горочка белой отравы. Ловкими профессиональными движениями леший достал столовую ложку и быстрыми отработанными движениями стал готовить раствор. Высыпав порошок на ямку ложки, добавив туда воды для инъекций, стал нагревать горку ложки, снизу зажигалкой. Через пару минут раствор был сварен и заправлен в инсулиновый шприц. Долгая игла искала дряхлые рыхлые вены Корочкина. Вены прятались. Игла искала настойчиво и упорно. Когда наступил контроль, раствор разошелся по венозным транзитным путям организма лешего попав прямо в цель, головной мозг. И леший отключился сидя на стуле, улетая в страну фантазий. Глава 6. Приход лешего звездочка. Был он, стал Тор. Бил липкий град. Потом посыпал какой-то странный дождь. Фиолетовый день, превратился внезапно в золотистую ночь. Призма света иная, искривляла в тот момент лешего эйфорийное состояние. Воздух на вкус. Напоминал пряных газов вкус. Его рука на внешний вид. Была как саха. Леший воспринимал окружающий мир по-иному. Как ассоциации земного. Но это было другое. Это было иное. Не рассказать, не передать вам. Образы других измерений, в которых хотел побывать леший снова. Звездочка. Приход. Период очень сильной психической стимуляции, наступающей после принятия наркотика, чаще всего опиатов или первитина, и длящийся короткий промежуток времени. Также это момент, когда наркотическое вещество начинает действовать. Во время прихода наркоман испытывает максимальную эйфорию, подъем духа, обостряются все органы чувств. Именно за этим состоянием наркоман гонится всю жизнь. Не употребляйте наркотики. Глава 7. Узник Гербера. Леший очнулся от того, что упал на пол. Правый бок от соприкосновения с деревянным полом резко заныл. При падении он ударился головой об столешницу, в результате чего он рассек бровь. Кровь капала алыми пятнами на облезлые доски напольного покрытия, покрашенного в коричневый цвет. Еле-еле он встал, головная боль резко кольнула и пробудила от сна. Тело все ломило, как в старые времена, подобно тысячам зубных болей, тысячам переломов костей, тысячам болезненных уколов в печень, тысячам спазмом грудной клетки, и ноющих межпозвоночных грыж. Схватившись за голову и вытерев кровь тыльной стороной ладони со лба, пробормотал. Неужели это был сон? Какой он был реальным? Корлуха и дырка, как на его были. Но увидев на столе закопченную ложку, он произнес. Все это было на самом деле. А где мутобор? Шарик глазами по столешнице задал вопрос самому себе. Он заглянул под стол, посмотрел с боков. Его нигде не было. Ничего не понимая, его взгляд переключился на картину. Мутобор был в руках синего мужика. Леха протянул руку к нарисованной раковине, пытаясь взять ее в руку. Процарапав разводы масляной краски ногтями пальцев на полотне картины, он понял, что мутобор недоступен. Ты долго находился в отключке. Я устал ждать, когда ты очухаешься. Раздался возглас, с портрета. А где мой мутобор? Какой он твой? Засмеялся Альберт, он вовсе не твой. Он мой. Вон ты под себя сходил, это твое. А мутобор он не твой, он мой. Вот вижу отсюда, что обоссался, когда под кайфом в неведомых мирах летал. Все штаны у тебя мокрые и мочой воняет от тебя, и лужа большая под стулом. Да я знаю, такое бывает с наркоманами. Мне плохо, дай мне мутобор. Нет, не дам. Вчера это была демо-версия мутобора. Маркетинговый ход, как принят говорить в вашем времени, хохоча показывая синюшную ротовую полость, выкрикнул Альберт. Мне херово, меня ломает, я сейчас умру, дай пожалуйста. Иди подмойся сначала, нарк херов, а потом и подыхай. Твое состояние меня не волнует. Мне херово, пойми меня. Ты слышал, что я тебе сказал. Мразь синее, дай сюда мутобор, а то я сожгу картину вместе с тобой. Картину нельзя уничтожить. Пробовали до тебя и не раз. Она не горит, не тонет. Даже, если у тебя получится что-то сделать с ней, тогда ты никогда не получишь мутобор. Единственное, что я могу сделать для тебя, несмотря на твои неадекватные выходки, так это поменяется местами. И имей в виду лишь только из-за хорошего отношения к тебе. Цени это. Понял? Нет, не хочу. На нет и суда нет и соответственно мутобора. На какое время мне нужно будет поменяться с тобой местами. Максимум час, я похожу у тебя там, посмотрю в окно, мне интересно, как там все у вас устроено. Подышу вашим воздухом. Ты же знаешь больше меня, как у нас здесь. Ну как бы тебе сказать, космонавты в космос летают же, хотя знают теоретически, как там в невесомости все устроено, так и мне интересно. Давай, трясясь не задумываясь, проговорил леший. Но только на час, не больше. Ладушки. Ну, проблемс. Давай как это сделать? Нет. Прислонил ладонь к изображению мутобора и мы вместе с тобой должны пожелать это и ты должен будешь повторить заклинание, которое я буду произносить. Леший, недолго думая, прислонил ладонь к изображению мутобора. И начал повторять слова, которые произносил нарисованный синий колдун. Аллахамарданус, Мартирунус, Жифенда, Легелемендес. Моментально в глазах лешего потемнело. Он потерял сознание. Очнувшись он понял, что парит в воздухе, вернее не в воздухе, а в черной пустоте, держа мутобор в руки. В маленьком окошке, из которого яркими лучами сквозил дневной свет, и которая находилась слева от лешего, мелькал силуэт Альберта, стоящего во весь рост в его квартире возле стола. Окно напоминало экран старого телевизора советских времен. Переключив свой взор с Альберта на мутобор леший скомандовал. Мне нужен грамм или десять, нет лучше килограмм героина, чистого качественного, как вчера. Но ничего не происходило, порошок не появлялся. Ты слышишь меня, бывший дом моллюска? Мне нужен один килограмм герыча, слышишь? Я тебе приказываю, наколдуй мне порошок. Но ничего не происходило. Не кричи, раздался голос Альберта из комнаты, у тебя ничего не выйдет. Ты теперь узник Гербера, хранитель мутобора. Я когда-то был таким, как ты, совершал плохие поступки, убивал, грабил, насиловал, предавал, кляузничал, унижал, уничтожал, и меня за это наказала судьба, заточив в Герберу. Я так же, как и ты, подался соблазну Сульвадора, который был хранителем мутобора, до меня в Гербере. Пробыв там, где ты сейчас. 152 года, 6 месяцев и 3 дня земного времени, я осознал содеянное. А теперь у тебя будет время обдумать свои поступки и измениться. И найти следующего хранителя мутобора и узника Герберы. Соблазнить его, если хочешь выйти оттуда. Просто так тебя Гербера не отпустит. За что ты меня так? Это не я, эта судьба тебя наказывает. Какова была вероятность того, что из миллиона жителей города Челябинска. Ты будешь в тот день и в тот час, в том месте, где стояла картина. Это все наказание высших сил. Понимаешь? Вспомни мой необычный вопрос, про то, что ты любишь есть. Помнишь? Да. Ты говорил, что ты любил девушку, но на самом деле это была не любовь, ведь мясо курицы ты тоже любишь. Для тебя убили курицу, приготовили ее, ты купил ее и съел с любовью. Ты любил не свою девушку, ты прежде всего любил себя, точно так же, как любимое блюдо. Это не любовь. Это любовь только к самому себе. Любовь к еде, это удовлетворение своих потребностей. А любовь к той девушке была у тебя не искренней, она была такой же любовью, как к куриному мясу. Ты ее встретил, вы начали встречаться, ты влюбился, а значит увидел в ней объект удовлетворения своих физических и эмоциональных потребностей. Девушка считала тебя настоящей истинной любовью всей своей жизни. Пошла за тобой. Доверяла тебе, твоим соблазнам. Но ты заботился об удовлетворении своих нужд. Она была инструментом для удовлетворения твоих желаний. Все это такая же любовь к курице. На самом деле истинная любовь, это не удовлетворение своих потребностей, а отдача любимому человеку того, что его делает счастливым, каждую секунду жизни. На самом деле, если бы ты награждал ее чувствами, нежностью, пониманием того, что она нужна тебе и ты без нее не можешь прожить и дня, вот это и есть настоящая любовь. А то, что у тебя было, это любовь к куриному мясу. Настоящая любовь. Я повторяю это отдавать, а не получать. А ты никчемный человечек, который думает только о себе, о своих плотских и физических утехах, личность, которая не способная любить, у тебя был мутобор, самый мощный инструмент сделать себя счастливым, освободить себя от грехов. Мутобор держал Иисус Христос, когда явился к людям. Именно он, при помощи мутобора освободил людей от грехов. Мутобор долгое время хранился у римлян, он их наделил неограниченной властью. Мутобор Энтришотка 039, он владели Александр Македонский, Чингисхан. При помощи мутобуа ты мог изменить свое прошлое, свои грехи и очистить свою душу и тело, оживить свою первую любовь, вернуть эту девушку к жизни и вместе прожить до старости в любви и счастье, забыв о плохом. Подарить счастье многим людям и знакомым. Вот это и есть счастье и смысл жизни. А ты вместо этого думал о своих потребностях, чьего угодия, кайфажерстве. Ты не сделал ни одного хорошего дела, не позаботился о ближних, не подарил заботу и любовь, а только удовлетворял свои низменные потребности, не думая о других, думая только о себе. Закончив свою проповедь, подобно патриарху московскому Кириллу, отчитывающему покорных грешников на субботней проповеди в Свято-Троицком соборе Псковского Кремля. Ненарисованный Альберт взял картину с изображением синюшного вида мужика, чем-то похожего на Алексея Корочкина, поставил ее за пыльный шифоньер времен СССР и пошел по направлению к входной двери. Уверенно открыв дверь, Альберт вышел в подъезд и скрылся в неизвестном направлении.